Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В 2023 году увеличился минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. С 1 января рот повысился на 6,3% и составил 16 242 рубля. Это почти на тысячу больше, чем было в 2022 году. Напомню, минимальный размер оплаты труда устанавливают низшую планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Повысился и прожиточный минимум, рост 3%. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума в Кировской области составила 13 945 рублей. Для пенсионеров 11 358, для детей 13 439 рублей. Размер прожиточного минимума влияет на сумму соцвыплат. Напомню, что беременные женщины и родители с низким уровнем дохода с 2023 года могут оформить новое универсальное пособие на детей. Сделать это можно, обратившись с заявлением в Социальный фонд России МФЦ или через портал Госуслуг. Почти все отрасли экономики в Кировской области в 2022 году показали рост. Итоги подвели в региональном правительстве. Там сообщили, что собственные доходы областного бюджета более чем на 6 миллиардов превысили прогноз и оказались выше уровня 2021 года. Собранный в 2022 году урожай на 35% больше, чем годом ранее. Область вошла в пятерку главных производителей молока во всей России. Индекс промышленного производства составил 101%. Это выше, чем в среднем по ПФО и по России. Предприятия и организации области принимают на работу людей больше, чем увольняют. Поэтому показатели в наш регион первый в ПФО. Кировской области удалось избежать спада в сфере строительства. За год введено порядка 500 тысяч квадратных метров жилья. В 2022 году в Кировской области отремонтировано и построено 440 километров дорог. Рост за год 21,5%. В эфире «Экономика». 4,5 миллиарда направят на дороги Кировской области в 2023 году. Половина этих денег будет выделена из областного бюджета, остальная часть – из федерального. Средства пойдут на то, чтобы привести в порядок 134 километра дорог и 17 мостов протяженностью почти 900 погонных метров. В 2022 году в Кировской области, напомню, было отремонтировано 7 мостов. В результате работ доля нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения должна вырасти до 48,5%, а дорожной сети Кировской городской агломерации – до 82%. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».